Сегодняшняя лекция — это знакомство с базовыми, основными понятиями, категориями марксизма, я бы сказала, даже с его азами. И известно, что к марксизму отношения неоднозначны, особенно у нас на постсоветском пространстве, и само имя Маркс для кого-то имеет такой демонический ореол, и поэтому мы назвали наш месяц, наш ликбез месяц «Марксизм без фобии». К марксистам постоянно возникает много вопросов, таких вопросов на засыпку, претензий, про кровавость революции, про ГУЛАГ, про тоталитарный режим, про вечность капитализма, про благо капиталистической конкуренции и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому мы решили отвести для ответов на эти, так сказать, часто задаваемые вопросы специальную лекцию, это будет следующая лекция, через неделю. Кто-то может спросить, почему мы выстроили наши лекции, особенно те, кто был на первых лекциях, которые прочитала Сейна Цуканалиева, гендерный ликбез. Мы выстроили лекции, что ли, не по хронологии. Начались с Фуко, продолжая с Марксом. Так у нас получилось по некоторым причинам, но именно такая логика отвечает, в частности, моей собственной интеллектуальной эволюции. Я начала своё образование с постмодернизма, на самом деле, в 90-х годах, когда он был актуален. Вообще первый философ, которого я прочитала, это был Жан Бодрия. Сейчас, мне кажется, что марксистская оптика более адекватна для понимания мира, в котором мы живём. Введение, базовый пексикон, ещё правильнее было бы введение, вовведение, вовведение и так далее до бесконечности. Поэтому сегодняшний час, полтора часа не даст никаких прочных ориентиров, но, возможно, укажет лишь направление к ним. Потому что марксистский свод знаний составляет, я бы даже сказала, львиную долю современной гуманитарной сферы, современной гуманитарной мысли. Многие-многие мыслители так или иначе, в той или иной степени, интерпретировали и переосмысляли наследие Маркса и Энгельса. Историк Фернан Бродель говорил, что для того, чтобы покончить с марксизмом, понадобилась бы специальная полиция, надзирающаяся за языком. Потому что марксистская терминология настолько прочно вошла в современный гуманитарный лексикон, практически растворилась в нём и в какой-то степени определяет его. Мы сегодня кратко рассмотрим несколько базовых марксистских категорий. Производительные силы, производственные отношения, базис надстройка, классы, эксплуатация, прибавочная стоимость. Вот так много, но на самом деле это очень базовые понятия. И эти термины мы в основном соберём вокруг одной проблематики, а именно так называемого материалистического понимания истории. Возможно, кто-то знает из зала. Каковы твои предположения? Ну, различные смены формации, да, то есть 5 формаций, ну, извините, 5 формаций и 3-4, ну, основные. Ну, а почему они сменяются? Одна формация, другая. Из-за противоречия. Из-за противоречия. Или появляется вообще новый класс? Ну, да, это, в принципе, не предположение, это, можно сказать, знание. Если сказать кратко, да, я начну, собственно, с сути. История по Марксу движется не от того, что люди сначала придумывают какие-то идеи, а затем их воплощают. Ну, например, кто-то придумал идею монархии, какого-то политического устройства, монархии или демократию, и вот люди собрались, и по заранее продуманному плану они реализовали эту идею. То есть такое понимание тоже имеет место быть, но это понимание не материалистическое, а идеалистическое. То есть сначала идея, сначала люди придумали, ну, например, монархию, а потом её реализовали. Или они придумали какое-то лучшее общество, и потом на основе конкретного плана, на основе идей они реализовали, воплотили в реальность. Это понимание идеалистическое, не марксистское. И критикуя именно такое идеалистическое понимание истории, Маркс в книге «Немецкая идеология» приводит такую метафору. Считать, что история творится по плану, считать, что идея первична, это всё равно, что думать, что люди тонут в воде, потому что одержимы мыслью о тяжести. Люди думают, что есть сила тяжести, и поэтому тонут. Но они тонут по другой причине. Они тонут потому, что сила тяжести есть объективно, вне зависимости от того, что они думают. Люди творят историю, но они творят её не по заранее разработанному плану, а согласно некой необходимости, согласно некой объективной внешней силе. И что это за необходимость? Это необходимость экономическая. То есть это силы, как пишет Маркс в «Немецкой идеологии», которые порождены воздействием людей друг на друга. То есть люди воздействуют друг на друга и таким образом вступают в отношения, в экономические отношения, и таким образом движется история. Да, главные предпосылки экономические, причём среди экономических предпосылок главные в производственные. То есть ключевое слово для марксизма — это производство. Именно вот то производство, которое сейчас в нашем якобы постиндустриальном мире, о концепции постиндустриального общества я ещё буду говорить сегодня, производство якобы сейчас не модно. Модные концепции, знания, информационного общества. А производство как бы осталось в XIX веке. Актуальные сейчас средства коммуникации, интернет, банки, голубые фишки, я не знаю. Это вот то, что якобы сейчас как бы определяет облик современного мира. А вот все эти шумящие заводы, они как бы остались в прошлом. Но вместе с тем, да, и об этом как-то не модно говорить, да, но вместе с тем вокруг нас появляется всё больше и больше вещей, да, материальных вещей, откуда они берутся. Они же не из виртуального мира создаются, да, они откуда-то берутся. Их также производят, в общем-то, рабочие на заводах. То есть производство, разумеется, никуда не делось и не утратило своей определяющей роли. И согласно Марксу, то, как люди производят общественное богатство, то есть весь материальный мир, окружающий нас, и определяет всё остальное устройство общества. Вот это ключевая марксистская мысль. В этом заключается материалистическое понимание истории. То есть историю движет экономика. А если быть точнее, развитие так называемых производительных сил. Вот это первый термин, на котором мы сейчас остановимся. Первый термин из базового лексикона марксизма. Производительные силы. Возможно, кто-то из присутствующих знает его значение. Производительные силы. Производительные силы общества. В том числе, да. В том числе, да. Всё правильно. Производительные силы – это многоэлементная конструкция. Она включает в себя, Диана, верно. Во-первых, человека, как производителя, трудящегося. Во-вторых, средства производства. Это тоже ключевой марксистский базовый термин, базовое понятие – средства производства. Средства производства, в свою очередь, тоже многоэлементная конструкция. Они делятся на предмет труда, то есть, так, грубо говоря, сырьё, да. Некий природный объект, который человек преобразует в процессе трудовой деятельности. И средства труда. То есть, к средствам труда относятся и орудия труда, производственные здания, но не только инфраструктура. То есть, не только, собственно, материальные объекты, вот фабрики, заводы, станки, да, но и также, в некотором парадоксальном образом, даже некие идеальные объекты. Это технологии, способы организации труда, да, то, что мы называем менеджмент, методы управления производством и так далее, и так далее. Это средства труда. Почему же у Маркса и Энгельса столь большое внимание уделено производству? Почему оно поставлено, да, в центр внимания? Почему именно экономика движет миром, а не, скажем, высокие идеи, там, я не знаю, любовь, божьи провидения? Так вот, согласно марксистской концепции, человеческое общество развивается, создавая вокруг себя вторую природу, культуру. И этим самым человек кардинально отличается от животного. Животное приспосабливается к природе, адаптируется, эволюционирует. А человек, как биологический вид, он не эволюционирует. Например, не знаю, зимой у человека шерсть не отрастает, да, летом он не линяет. Он не приспосабливается к природе, он как бы приспосабливает природу к собственным нуждам. И он создаёт вот эту опосредовающую среду, культуру, некую материальную атмосферу между собой и природой. Да, мы сейчас сидим в здании, мы сидим на стульях, мы смотрим на экран. И, то есть, вокруг нас очень много, очень много материальных вещей. То есть, человек не адаптируется сам как биологический вид, но адаптирует саму природу, и это его форма эволюции. То есть, человек эволюционирует таким образом, он изменяет мир вокруг себя, не изменяет сам как биологический вид. Он приспосабливает природу к своим потребностям и интересам. И для того, чтобы жить, люди должны постоянно производить. Я приведу только один пример. На каждого жителя, в расчёте на каждого жителя планеты Земля, это 6 миллиардов, ежегодно добывается 25 тонн полезных ископаемых. Это в расчёте на каждого жителя Земли. То есть, производство — это, я не знаю, это сравнимо с какими-то тектоническими процессами, на самом деле, да, вот деятельность человека. То есть, производство — это постоянная колоссальная деятельность, необходимая для жизни человека. То есть, нужно постоянно производить пищу, жильё, одежду, знания, технологии, методы, новые формы и так далее, и так далее. То есть, производство — это то, что делает человека человеком. Я помню, я училась в советской школе, и помню эту формулу, которая врезалась мне в память. Труд сделан из обезьяны человека. Здесь важно отметить производительный труд. Итак, согласно марксистской концепции, материальное производство играет ключевую роль в развитии общества. И поэтому средства производства, а средства производства, я напомню, это средства труда и предметы труда, они играют также очень важную роль. Эту же систему Маркс метафорично называет «подниматься с земли на небо». То есть, импульс идёт от материального производства и далее уже к миру идей. Я поясню, что это значит. На первом нижнем этаже находятся производительные силы. То есть, это фундамент, который всё определяет. То есть, это даже не первый этаж, я бы сказала, что это фундамент. И производительным силам соответствуют производственные отношения. Что такое производственные отношения? Это второй, или уже третий, или четвёртый ключевой термин марксистской теории. Производственные отношения – это отношение людей к средствам производства. То есть, это то, как люди относятся к средствам производства. Или говоря юридическим языком, это отношение собственности на средства производства. То есть, какая может быть собственность, да? Ты можешь владеть средствами производства, можешь не владеть. Да. Может быть частная собственность, может быть государственная собственность. Не знаю, в первобытном обществе была там родовая, племенная собственность. Есть политика, формы государственности, искусство, религия. Есть надстройка, которая определяется господствующим способом производства, а не наоборот. И этот тезис выражает известная формула «бытие определяет сознание». Я процитирую Энгельса, я думаю, будет понятнее. Конечных причин всех общественных изменений и политических переворотов надо искать не в головах людей, не в возрастающем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменениях способа производства и обмена. Их надо искать не в философии, а в экономике соответствующей эпохи. Пробуждающееся понимание того, что существующие общественные установления неразумны и несправедливы, что разумное стало бессмысленным, благо стало мучением, является лишь симптомом того, что в методах производства и формах обмена незаметно произошли такие изменения, которым уже не соответствует общественный строй, скроенный по старым экономическим условиям. Я поясню. То есть если некий общественный статус-кво, если, не знаю, общественный строй существующий, политический строй, начинает оцениваться как неправильный, несправедливый, то это означает лишь то, что экономические противоречия эпохи обострились, согласно Марксу. Иначе говоря, понятие справедливости исторично. В этой связи интересно размышления Энгельса о рабстве, о рабовладении. Вот, например, Дюринг клеймит рабство как некое явление бесчеловечное, антинравственное, не соответствующее неким универсальным законам человечности. А Энгельс пишет о том, что в античности труд был настолько малопроизводителен, что для развития государства, торговли, управления, для занятия науками, искусствами требовалось, как говорит Энгельс, усиленное разделение труда. То есть разделение на две, условно говоря, группы людей. Большую группу, которая трудится, которая занимается тяжелым физическим трудом, это рабы, и на привилегированных свободных. То есть, чтобы эта малочисленная элита могла заниматься управлением, искусствами, наукой, масса людей должна была пахать, чтобы ее прокормить. Иначе просто было невозможно организовать общественное устройство. Кто-то может сказать, что историю движет не производство, а высокие идеи. Но чтобы производить эти идеи, нужен, во-первых, человек, у которого есть свободное время, который обладает досугом, чтобы иметь время думать, которому не нужно заботиться о хлебе насущном. Вот, например, у нас сейчас есть свободное время, есть досуг, и мы имеем возможность говорить о марксизме. А если бы мы сейчас были заняты проблемой выживания, для нас эти идеи остались бы просто недоступны. И вот в античности, чтобы появилась элита, которая имеет досуг, и которая, соответственно, может заниматься философией, замечательный философ, замечательный философ, мы помним из античности, другие люди должны были на них работать. И вот поэтому, исходя из экономической повестки эпохи, в античности никому в голову не приходило, что рабство есть зло. Рабство считалось абсолютно естественным, необходимым, важным явлением. Естественным, таким, как сама природа. Считалось, что оно будет всегда. Считалось, что оно будет всегда. Аристотель, например, называл раба говорящим орудием, то есть, собственно, средством производства. У Платона в его проекте «Идеальное государство» рабство сохранялось. То есть даже мыслья утопию, Платон не мог представить, как можно обойтись без рабства. Это и есть, собственно, бытие определяет сознание. И это прямая иллюстрация того, как формы общественного сознания, формы общественного сознания — это самый верхний этаж, четырёхэтажные общественные структуры, это идеология, мораль и религия. Зависит от способа участия. Родился человек в этичное время, было рабство, то есть бытие, вот кругом рабство. И у него сознание было нормально, всё так и должно быть. Так, получается, да? То есть его сознание определялось бытием. Его сознание определялось существующим способом производства. И у него не вызывало сомнение, что это плохо. Ну и нормально. То есть вот сознание и формировалось так же. Это потому что иначе, я как бы сейчас транслирую марксистскую теорию, иначе общество не могло организоваться. То есть общество могло организоваться, поскольку уровень развития производительных сил был довольно низкий. Ну, собственно, главные производительные силы и были сами рабы, были сами люди. Да, и рабы работали на плантациях, они очень быстро умирали. Это в Риме, если говорить о римских латифундиях. Это считается таким уже как бы классическим примером рабовладельческого общества. Но зато общество развивалось и, да, рабство никому не казалось ужасным. Как писали Маркс и Энгельс, господствующая идеология есть идеология господствующего класса. То есть класса, вот тут, например, класса рабовладельцев. Так же и сегодня, как и во времена рабовладения, большинство из нас не может выйти за пределы осознания господствующего способа производства. То есть капиталистического способа производства. И капитализм нам кажется совершенно естественным, как природа. Как и во времена этичности, рабство казалось естественным, как природа. И невозможно было помыслить иное общество. И человек не мог представить мир без рабовладения, как сегодня. Мало кто, многие, да, не могут представить мир без капиталистической конкуренции. И либеральные идеологи считают, что сейчас человечество пришло к самому лучшему из возможных миров. Собственно, так же, как и считали философы античности, когда существовало рабовладение. Для них это было лучше из возможных миров. То есть, а если мы примем либеральную точку зрения, что сейчас мы живем лучшим из возможных миров, получается так, что вот в античности они были глупее нас, да, не самые умные, считали, что рабство необходимо, а сейчас вот мы стали такие умные, да, и поняли, что нет, можно жить без рабства, но все-таки, как бы, эксплуатация на заводах, она необходима, без нее никуда не деться. Но марксистская точка зрения иная. Согласно марксистской точке зрения, в античности люди не были глупее или хуже, чем мы, не были более безнравственными, чем мы, да, мы сейчас, у нас же нет рабов, ну, или как бы, рабство порицаемо, да, оно и имеет место, но оно, так общественно порицаемо. Люди в античности, как и мы сейчас, мыслили согласно собственной картине мира, которая базировалась на господствующем способе производства. Производительные силы развиваются. Согласно марксу, они развиваются с необходимостью, они не могут находиться в стагнации. Это такой непрекращающийся процесс. Здесь маркс базируется на классической немецкой философии, именно на диалептике Гегеля. Диалептика — это наука о развитии, о том, что ничего не стоит на месте, всё течёт, всё развивается, как говорил ещё античный Гераклит Глоссов. Однако производительные силы развиваются быстрее производственных отношений. И вот наступает такой момент, я же передаю общую схему материалистического понимания истории. Наступает такой момент, как уже Бермет, забегая вперёд, нам озвучила, когда существующие производственные отношения уже не способствуют развитию производительных сил, а напротив тормозят и сковывают их. Я буду пояснять на конкретных примерах. Тогда, как пишет Маркс, наступает эпоха социальной революции, старые производственные отношения сменяются новыми, соответствующими новому уровню развития производительных сил. И старая общественно-экономическая формация сменяется новой. Что такое общественно-экономическая формация? Это, собственно, вся четырехэтажная структура, совокупность базиса и надстройки. Маркс упоминает пять общественно-экономических формаций. Первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, современная капиталистическая, а также будущая социалистическая или коммунистическая. Социалистическая и коммунистическая это одно и то же, согласно Марксу. Это потому что у Сталина были другие вариации, что там социализм, это первая стадия коммунизма. Но на самом деле, вернее, согласно Марксу, это одно и то же. В смене этих формаций, в том процессе, как каждая из них сменяется друг другом, прослеживается логика гегелевского закона отрицания-отрицания. Это один из законов диалектики. Сначала в истории имел место первобытно-общинный строй или, как говорят, первобытный коммунизм. Это было бесклассовое общество, в нем не было частной собственности. Собственность была общинная или, кто-то говорит, родовая, кто-то говорит, племенная. То есть это была собственность рода, всего рода, конкретного человека. И когда все трудились, потому что иначе просто не могли бы выжить, каждому, чтобы выжить, я имею в виду в первобытном мире, нужно было участвовать в процессе производства общественного продукта, общественного богатства, то есть в процессе охоты, собирательства, производства орудий труда и так далее. То есть это был первобытный коммунизм, так называемый. Это в гегелевской терминологии тезис. Затем появилось классовое общество. Это антитезис. И, наконец, на неком новом витке развития, общественного исторического развития должно появиться снова бесклассовое общество, но уже на новом уровне. Это развитие идет по спирали. Знаете, да, гегелевскую диалектику? Развитие идет по спирали. На неком новом витке должно вновь появиться бесклассовое общество. Но это уже должен быть не бессознательный, такой наивный коммунизм, который имел место в первобытном мире, но такой сознательный и не наивный. Двигатель же этого процесса, повторю, это противоречие между производительными силами, между уровнем развития производительных сил и производственных отношений. То есть экономика как внешняя сила движет историю и человек, сознательный, каждый человек, вот так все плохо на самом деле у Маркса, эту силу не может никак контролировать, впрочем, до поры до времени. Согласно классикам марксизма, он должен начать контролировать исторический процесс при коммунизме. Об этом я скажу позже, в финале своей лекции. Далеко не все, конечно, согласны с Марксом. Я вот приведу пример несогласия, пример того же Евгения Дюринга, с которым полемизировал английский книги антидюринг, он так не считал, хотя он тоже называл себя социалистом. Дюринг утверждал, что историю запускает не экономическая, а политическая пружина, то есть политическая воля движет историю, там, не знаю, власть там, царей, королей, там, я не знаю, парламент, она запускает историю. Я сейчас хочу привести цитаты из книги антидюринг, это длинные цитаты, но они, по-моему, очень такие красноречивые. Я приведу их, чтобы проиллюстрировать вот эту общую схему, которую я сейчас вам обрисовала, как одна формация сменяется другой. На примере перехода от феодальной формации капиталистической и Энгельс демонстрирует, что буржуазия, буржуазия утвердилась на исторической арене именно вследствие экономической экспансии, а отнюдь не благодаря какой-то политической воле, какого-то там парламента или какого-то короля или царя, не вследствие насилия или вследствие победы каких-то прогрессивных идей, что люди поняли, что капиталистическая формация лучше, чем феодальная и воплотили этот проект. И Энгельс говорит о том, что сословные привилегии дворянства были устранены не от того, что победили идеи равенства, а от того, что эти привилегии, которые были устранены, мешали дальнейшему экономическому развитию. Так вот, я зачитаю эту цитату. Он говорит здесь о буржуазии, то есть о господствующем классе капитализма. Первоначально представляя собой угнетенное сословие, он говорит о буржуазии, обязанное платить оброк господствующему феодальному дворянству и пополнявшее свои ряды выходцами из крепостных и зависимых всякого рода, буржуазия отвоевала в непрерывной борьбе с дворянством одну позицию за другой, пока, наконец, не стала в наиболее развитых странах господствующих вместо него класса. Причем, во Франции она прямо не звергла дворянство, а в Англии постепенно обуржуазила его и включила свой состав в качестве декоративной верхушки. Каким же образом буржуазия достигла этого? Только путем изменения хозяйственного положения, за которым рано или поздно, добровольно или в результате борьбы последовало изменение политического строя. Борьба буржуазии против феодального дворянства, есть борьба города против деревни, промышленности против землевладения, денежного хозяйства против натурального и решающим оружием буржуазии в этой борьбе были находившиеся в ее распоряжении средства экономической силы, которые непрерывно возрастали вследствие развития промышленности, сначала ремесленной, затем мануфактуры и расширения торговли. То есть, Энгельс тут пишет, что политические, властные рычаги находились в распоряжении не буржуазии, а дворянства. Но, тем не менее, дворянство проиграло, оно не смогло удержать свое доминирующее положение, хотя политические рычаги были в его руках. Еще одна цитата. По политическому положению дворянство было всем, буржуа ничем. По социальному положению буржуазия была теперь по социальному положению была теперь важнейшим классом в государстве, то есть по экономическому критерию. Тогда как дворянство утратило все свои социальные функции и продолжало только получать доходы в качестве вознаграждения за эти исчезнувшие функции. Все буржуазное производство оставалось тискнутым феодальные политические формы Средневековья, которое это производство не только мунафактура, но даже и ремесло давно уже переросло. Его развитие стеснялось бесчисленными цеховыми привилегиями, обратившимися в путы для производства, местными провинциальными таможенными рогатками со словными привилегиями аристократии. Буржуазная эволюция положила всему этому конец, но не путем приспособления хозяйственного положения к политическому строю согласно принципам Дюринга. Именно это тщетно пытались сделать в течение долгого времени дворянство и королевская власть, а наоборот тем, что она отбросила старый гнилой политический хлам и создала такой политический строй в условиях которого новое хозяйственное положение могло существовать и развиваться. Дискуссии надо ее привести. Так это собственно самая известная и классическая формула материалистического понимания истории. Я бы сказала, даже легендарная формула из предисловия Маркса «Критики политической экономии». Это его книга 1959 года. Она, кстати, у нас есть в библиотеке, 34-го года издания в нашей библиотеке книги. И это классическая формула материалистического понимания истории. Очень известная цитата. И вот здесь в концентрированной форме описывается вот эта самая четырехэтажная структура. Итак, в общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные необходимые от их воли независящие отношения, производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Вот эти четыре этажа. «Способ производства материальной жизни обуславливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные и производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями или, что является только юридическим выражением последних, с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворота всей громадной надстройки. Юридическая, политическая надстройка и общественное сознание. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный с естественной научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче, от его идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по её сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснять из противоречия материальной жизни и существующего конфликта между общественными производственными силами и производственными отношениями. То есть это, собственно, и есть классическая формула марксистского материалистического понимания истории. Эта концепция неоднократно подвергалась критике и небезосновательно, на самом деле. Потому что приведённая в этой цитате схема на самом деле удачно накладывается только на момент перехода от феодализма к капитализму, который этот переход, переходный момент от феодализма к капитализму Маркс превосходно изучил, он изучил во всех деталях. И на основе вот этого перехода эта формула и выведена. Вместе с тем она претендует на универсальность. Но на другие эпохи, на другие общественные формации она накладывается неидеально. Например, критики замечают, что при переходе от первобытного общинного строя в рабовладельческий никакой социальной революции не происходит. И так далее. У нас сейчас, потому что у нас сегодня ликбез, у нас нет возможности останавливаться подробно на этом моменте. И нет возможности анализировать само понятие общественно-экономической формации. И все связанные с этим проблемы, а проблемы есть, и их немало. Например, я перечислила вам только те формации, которые были официально признаны в СССР. Это называлось пятичленка. Это, напомню, первобытная, рабовладельческая, феодальная, буржуазная и коммунистическая формации. И из советской науки, например, было полностью исключено упоминание о так называемом азиатском способе производства, например. Который у Маркса известен и интересующихся я направляю книги Юрия Семенова «Философия истории». Это не самая простая книга, но очень-очень подробная, очень тщательная, очень скрупулезная. И я бы хотела сейчас в рамках ликбеза остановиться только на одном проблемном моменте. На нем я не могу не остановиться. Схема линейно-стадиального развития человечества, всего человечества в целом. И перечисленные формации, первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, это иерархически организованные стадии. Например, феодальная стадия более прогрессивна, чем рабовладельческая, чтобы производительные силы здесь получают более высокий уровень развития. Капиталистическая выше, чем феодальная, будущее коммунистическое выше, чем капиталистическая и так далее. То есть мы имеем какую-то иерархическую структуру и имеем схему линейного развития. То есть это, собственно, тот самый прогрессизм, ноги которого растут из просвещения, и который был справедливо раскритикован Фуко и вместе с Фуко Сейнат во время апрельских лекций наших по гендеру. Конечно, не только Фуко и Сейнат, а вообще постмодернистское видение критикует вот такое линейное понимание истории, прогрессистское или модернистское видение. Марксизм, безусловно, тоже продукт просвещения. Я приведу такой конкретный пример. У Энгельса в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» мы читаем, что история человечества делится на три большие эпохи. Первая — дикость, вторая — варварство, третья — цивилизация. И нам сейчас на самом деле дико видеть слово «дикость». Правильно? То есть это не комильфо звучит сейчас. А термин «дикость» Энгельс употребляет, ничтоже, сумняшся. Да, это эпоха дикости. И сейчас, после постмодернистских наших откровений и разочарований, этот термин не может не коробить. То есть мы его замечаем, нас коробит, как эта дикость. Сейчас в нашей постмодернистской реальности в воздухе витают представления о том, что все народности равны, что первобытная община и организация общества — это не какая-то стадия низкая, это просто другое общество. Это как бы вот сейчас такое, я не знаю, докса, да, такая? Оно нисколько ниже, чем наше индустриальное или, как говорят, постиндустриальное. А никто не говорит сейчас «дикарь». Говорят, например, традиционное общество, да, или как-то ещё иначе говорят. И действительно, это имеет смысл. Я тут немного повторю, может быть, тезис из лекции Сейнат, что действительно, что после Холокоста, Второй мировой войны, после концлагерей вообще кого-то опасно относить, да, к высшей-низшей ступени. Отдаёт фашизмам, то есть тут можно вспомнить всё, о чём говорила Сейнат во время наших апрельских лекций. Но я также здесь сошлюсь на лекции Сейнат и на идеи Баумана, которые она озвучивала, которые утверждают, что наш якобы постмодерн есть на самом деле всё ещё модерн. Бауман, как я понимаю, критикует такую ситуацию, но я бы сейчас хотела, хотя для меня это немного странно на самом деле, странная такая роль, я немного выступлю адвокатом прогрессизма и линеарности, вернее, не адвокатом, а таким, знаете, прагматиком линеарности, безусловно, просвещение и в том числе материалистическое понимание истории сохранило свои позиции. Где оно их сохранило? В современности. Главным образом в науках, в гуманитарных науках. И линейная концепция истории на самом деле как бы автоматически наукой принята. Есть и другие концепции истории, не только вот такая линейно-стадиальная, такая прогрессистская. Есть, например, циклические концепции. Наверное, вы знаете, Дойнби концепция и других авторов, что общечеловеческой истории не существует, существуют какие-то цивилизации отдельные, которые рождаются, умирают, нет общей истории развития человечества. Есть концепции антиисторизма. Карл Поппер, самый знаменитый пример. Нет вообще никакой истории, то есть нет никакой исторической закономерности. Есть такие концепции. Нет прогресса, нет преемственности, когда одна формация сменяется другой. А есть только дискурсы, рассказы о прошлом. Это, собственно, постмодернистское понимание истории. Есть только дискурсы. Но в науке эта идея прогрессизма всё-таки по дефолту заложена. Особенно ярко и наглядно, супернаглядно, это проявляется в таких науках, как этнология, археология и антропология. Вот в книге Юрия Семёнова «Философия истории» приведён перечень доброго десятка или больше десятка разных антропологических книжек, которые вышли на Западе только в 80-х-90-х годах, взято одно десятилетие, и которые только содержат в заголовке слово «марксизм». Я там несколько зачитаю. «Антропология и марксизм», «Марксистская археология», «Марксизм и антропология» — это названия вышедших научных трудов. «История, власть, идеология, центральные проблемы марксизма и антропологии», «Марксистский анализ и социальная антропология», «Производственные отношения и марксистский подход в антропологии», «По направлению к марксистской антропологии». Я могу так, дайте, 15 минут читать, остановлюсь. То есть это только те книги, где в названии эксплицировано дан марксизм. А на самом деле в неявной форме можно легко отследить присутствие марксистской мысли. Я приведу только один пример, чтобы было понятно, что я имею в виду. В современной антропологии у антропологов нет другого метода, чтобы реконструировать форму общественных отношений в первобытных обществах. То есть, например, чтобы понять, как было устроено общество, я не знаю, у каких-то там первобытных англосаксов или у первобытных славян, то есть в тех обществах, которых уж сейчас нет, у них есть только один метод. Они изучают современные первобытные общества и потом экстраполируют полученные сведения на дальнее, дальнее, дальнее прошлое. Вот они изучают, например, не знаю, в джунглях Амазонки современные племена, те племена, которые сейчас живут в джунглях Амазонки, и на этой основе выстраивают уже концепции, как было устроено общество у первобытных каких-то жителей Европы. Вот только такой есть метод, других нет. И на самом деле это принятая по дефолту марксистская посылка, что человечество имеет одну общую историю, и история повторяется. То есть она принята по дефолту в антропологии. То есть это идея стадий развития, что общества могут находиться на разных стадиях, какие-то могут переходить с одной стадии на другие, какие-то остаются на одной стадии, бесконечной, по каким-то причинам объективным, те же, например, племена Амазонки, а какие-то нет, но схема развития общая для всех. И если так привлечь нелюбимый мною здравый смысл, то действительно ни одно общество сразу не появляется с телевизорами, компьютерами, с идеей постмодернизма. Всегда первичен каменный топор, ну, по крайней мере, в тех обществах, которые мы знаем. Может быть, где-то и есть сразу с телевизорами. И далее, и так далее. Можно приводить много примеров. В исторических науках существует такое понятие, как периодизация, и так далее. Это тоже линейно-стадиальный подход. И даже, последний пример, даже адепты крайнего антиисторизма, а именно Карл Поппер, не удерживаются от этого греха линейности, прогрессизма и стадиальности, потому что именно у Поппера тоже есть стадии. Это две очень большие стадии. Закрытое общество и открытое общество. Закрытое общество он называет магическим племенным коллективистским, но это, видимо, первобытно имеется в виду. И открытое общество, то есть цивилизованное. То есть он не ушёл от греха стадиальности, хотя марксистскую концепцию он страшно критикует и разбивает пух и прах по мнению и так далее. И также очень часто критики марксистского понимания истории предлагают вместо него, они критикуют марксистское понимание истории, которое, в общем-то, уязвимо для критики, его можно критиковать, и он критикуется, но предлагают взамен другие идеи прогресса. Вот сейчас я немножко остановлюсь на концепции так называемого постиндустриального общества. Наверное, все из вас слышали этот термин «постиндустриальное общество». Так вот, на самом деле, эта концепция, по моему мнению, это искажённая и усечённая версия марксизма, марксистского понимания. Я объясню, почему. Да, эта концепция, на самом деле, стала очень модной в 70-80-х годах, даже она начала входить в моду в конце 60-х, но в 70-80-90-е. Вот, эта концепция была, ну, супермодна, было очень много написано исследований. И до сих пор мы, да, нет-нет, да, и слышим, да, о постиндустриальном обществе. Так вот, после Маркса слово «капитализм» стало иметь очень плохую репутацию, и его либеральные критики постарались заменить. Они его заменили на термин «индустриальное общество». И вот, согласно вот этим концепциям постиндустриального общества, вот это индустриальное общество, то есть капитализм должно замениться или уже заменилось на некое постиндустриальное, его ещё называли «общество знания», информационное общество, это будет посткапитализм. То есть что это за общество? Это общество, где главная роль отведена управлению, которое здесь уже неоднократно у нас звучало, в сфере услуг, обработке информации, распространению знаний, прежде всего научных. Вот это такое общество, я не знаю, какое-то платоновское общество учёных. Даже высказывались предположения, что основными центрами постиндустриального общества будут университеты, или даже высказывались такое мнение, что власть перейдёт в руки учёных. С чем связывалась такая трансформация? Как вы думаете, почему так случится, вот по мнению этих идеологов постиндустриального общества? Почему так произойдёт? Да, ну так вот, ответ на самом деле простой. Это на самом деле очень марксистский ответ. Из-за того, что будет развиваться техника и технология, это, собственно, и есть производительные силы. То есть это такой усечённый, так, марксизм лавит. Искажённый вариант, ну, марксизм без революции, марксизм без классов, благостный, прекрасный, но развитие вот этого, это как благостное, прекрасное общество должно прийти также из-за развития производительных сил. То есть концепция постиндустриального общества, это, по сути, усечённая марксистская концепция, как она есть. То есть основная ставка делается на развитие производительных сил, которые сами по себе вот незаметно, бесконфликтно, в отличие от марксизма, бесконфликтно развиваются, и мы живём в таком прекрасном мире, информационном обществе. Ну, на мой взгляд, эта концепция более наивна, чем марксистская, и более утопичная. К тому же, я думаю, что она откровенно такая, знаете, колониально-изоляционистская. Я объясню, почему вообще она появилась, эта концепция. Она появилась от того, что начиная с 70-х годов индустриальное производство из развитых индустриальных стран стало переноситься в страны периферии, или которые мы ещё называем частностанами третьего мира. И вот первый мир, так говорят, цинично придумал себе концепцию постиндустриального общества. Таким образом, в этой концепции этот третий мир, куда перенесено производство, полностью игнорируется. Это вообще не общество, да? Вот есть только постиндустриальное общество, это первый мир. Ну, какая-то промзона мира, да? Мы вообще о ней не говорим, мы говорим только о постиндустриальном обществе, о первом мире. Это настоящее общество. И в 90-е годы, в дальнейшем, эта концепция очень сильно критиковалась в самом же первом мире. И многие исследователи писали, что никакого постиндустриального общества нет. Мы живем по-прежнему в индустриальном обществе. Более того, оно стало намного более индустриальным, чем при Марксе. То есть более индустриальное общество, чем было при Марксе. Например, в Китае наемными работниками стали буквально миллионы бывших крестьян. Какое же это постиндустриальное общество? На самом деле, даже страны первого мира не являются постиндустриальными, потому что индустриальное производство там сохранилось. Но еще пока не наступило постиндустриального общества. А, ну оно наступит в будущем. Ну, возможно. Возможно наступит. Интересно, в постиндустриальном обществе мы что будем, из одного духа состоять, что ли? Да. А кто будет в материальном обществе? В реализовании силах, там в реализовании постиндустриального общества не только о производительных силах отношениях, там о смене вообще парадигм, концепции жизни. То есть смысл жизни лечит. Понимаете? Если сейчас смыслом жизни идет накопительство, потребительство, можно даже более жестче сказать, по регуляции, извиняюсь, конечно, но и термин наслышанное, как лечит. Так вот, в постиндустриальном предполагается смену по диалогу. А что, как быть с этими миллионами китайских рабочих? Как они придут в постиндустриальный обществ? В потребительство некой духовной сферы, то есть замены. Как быть с китайцами? С китайскими рабочими, которые работают по 16 часов? Вы почитаете так апологетов, тех, кто их движет. Просто надо столкнуть. А кто будет производить? Численность населения, знаете, должна в постиндустриальном обществе сократиться, процентов на 90. А, то есть останется... А, золотой миллиард останется. Даже меньше. А, меньше. То есть эволюция произойдет. Знаете, да, что в одном из штатов США стоит памятник такой, в 78-м году еще поставил? Я этого не знала, замечательно. На 8 древних языках, на 4 древних языках, на 8 современных, написано цитатка. И пусть никогда нацелены на Землю не превышает 50 миллионов человек. Я вам потом могу показать, в каком штате, где. Ну, следующее занятие. Ну, тем не менее, это тоже вариант прогрессизма, да, безусловно. Я, как бы, собственно, об этом хотела сказать, что взамен якобы устаревшей, да, марксистской концепции истории пришли другие концепции. Вот эта постиндустриальная концепция, это, собственно, прогрессистская паркс-эланс, да, концепция. И, кстати, даже самое слово постмодернизм тоже содержит в себе указание на стадиальность, да, то, что было после модернизма. То есть я говорю это к тому, что материалистическое понимание истории, оно не устарело, оно скорее стало таким общим местом. Это было такое лирическое отступление. Теперь вернемся к общественно-экономическим формациям Маркса. Так вот, последняя общественно-экономическая формация по Марксу, при которой или в которой жил Маркс, и мы все живем, это капиталистическая формация, которая, по мнению Маркса и Энгельса, должна с необходимостью перерасти в социалистическую. Сразу подчеркну, что переход из капитализма в социализм должен состояться не потому, что капитализм плохо, социализм хорош, не потому, что так захотели Маркс и Энгельс, а по неким объективным причинам. Баркс и Энгельс исследовали весь предыдущий исторический процесс и на основе предшествующей истории спрогнозировали будущую историю. Это научный метод. Он называется историческая экстраполяция, то есть распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период. Капитализма когда-то не было. И согласно логике развития, логике развития капиталистическая формация должна смениться какой-то иной. Как когда-то сменились другими все предшествующие формации, первобытная общинная, рабовладельческая, феодальная. Почему капиталистическая должна остаться на века? Это просто противоречит, это не диалектично. А социалистическая тоже должна быть происходить? Да. Да, да. Ну, Маркс говорил, что с социализма начнется подлинная история человечества. А то, что это было, это доисторический период. Да, и да, кстати, обыденностью является утверждение, что социалисты — это утописты. Вы, наверное, часто это слышали, да? Социалисты — это утописты, коммунисты — это утописты. Так вот, я с этим мнением не согласна. Я думаю, что утверждение, что капитализм вечен — это гораздо более наивная утопия. Как её можно сформулировать? Вот человечество развивалось, развивалось, да? Никто не может утверждать, что оно не развивалось, да? Оно развивалось. Человечество развивалось, развивалось. Но вот сейчас, наконец, при нашем поколении, оно доразвивалось до конца, до возможного предела. И вот мы достигли финальные черты истории, при котором всегда будет частная собственность, всегда будет капиталистическая конкуренция, потому что это естественное состояние человека. конкурировать, говорят либералы, и так далее, и так далее. И всегда будет капитализм, правда, кризисы будут периодически, но, может быть, при постиндустриальном общем капитализме не будет уже, и кризисов тоже, я не знаю. То есть это, собственно, есть формула конца истории Фрэнсиса Фукуяма. Наверное, всем тоже вам известно это имя, да, это известный такой либеральный философ, он написал в 89-м году статью «Конец истории», в котором написал «Триумф Запада, западной идеи очевиден, прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив». «Это конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализация западной либеральной демократии как окончательной формы правления». То есть всё, история остановилась. Я вспоминаю, знаете, такой фантастический сериал, есть «Вавилон 5», кто-нибудь видел из вас? Ну, на 90-е годы, да, я его очень любила. Там действие происходит в каком-то 2200 каком-то году. И вот там технологии кардинально изменились, но, то есть уровень производительных сил кардинально изменился, но производственные отношения и вся гигантская надстройка осталась точно такой же, как в современных буржуазно-демократических странах. Президентская форма правления, представительная демократия, крупные корпорации, бизнес, малый, средний, крупный и так далее. То есть отношения собственности остались теми же самыми. То есть мир такой законсервированный. Будет просто машины меняться, но надстройка оставаться всегда одной и той же. Ну вот, не знаю, для меня это утопия, например. Марксистский же прогноз, что предстоит развитие с изменением общественных отношений собственности, на мой взгляд, это не утопия, а это, собственно, прогноз, основанный на экстраполяции. То есть сведений, полученных из наблюдения предшествующего периода и экстраполированных на будущий период развития. Собственно, капиталистической формации. И почему, по мнению Маркса, она должна смениться социалистической? Итак, мы уже помним схему перехода от одной формации к другой. Производительные силы развиваются быстрее производственных отношений, и из форм развития, которые из форм развития произведительных сил превращаются в их оковы. Вот эти два элемента базиса вступают в противоречия, начинают конфликтовать между собой. Что же касается, собственно, капитализма, то главная противоречия его по Марксу, базовая, главная, основная, определяющая. Противоречия — это противоречия между общественным характером основных средств производства и частным характером присвоения произведенного продукта. Как наукообразно, что это значит? Значит, чтобы объяснить, что это значит, я, во-первых, уточню. Мы уже помним, что такое средство производства, да? Это предмет труда плюс средство труда. Так вот, средства производства делятся на индивидуальные и общественные. Как вы думаете, что такое индивидуальные средства производства? Это то средство производства, которым ты можешь пользоваться индивидуально. Вот, например, персональный компьютер или ручка, которую я пишу. Это индивидуальное средство производства. И есть общественное средство производства. Молоток — индивидуальное средство производства, да? То, что использует индивидуальный производитель. Не то, чем ты владеешь. А плаву стороннее — это уже какое будет? Это надо подумать. Это, наверное, парное средство производства. Тоже не всё просто, да? Ну, как бы, давайте уясниму такую простую схему, да? Ну, да, то есть ручкой, ну, даже пилой, в принципе, можно в одиночку при желании. Но, извините, машиностроительным заводом ты уже никак пользоваться в одиночку не в состоянии. Или там буровой вышкой, да? То есть или нефтяными запасами пользоваться. Именно здесь речь не о владении, а о использовании в процессе производства. Или о возможности использования. О возможности использования в процессе производства. Буровой вышкой ты одна пользоваться не в состоянии. Ручкой, пилой можешь. То есть эти средства производства, как недра, да, нефтяные запасы, большие заводы и так далее, и так далее, можно использовать лишь большим коллективом людей совместно. Вот это Маркс называл, и Энгельс называли общественными средствами производства. При капиталистическом способе производства доминирует именно вот такое крупнотоварное индустриальное производство. То есть доминируют общественные средства производства. Например, при феодальной общественной формации было не так. При феодальной общественной формации доминировало мелкотоварное ремесленное производство. Ремесленник использовал индивидуальные орудия труда. Он использовал их сам, либо его семья. И произведенный продукт ремесленник присваивал по праву собственного труда, по праву производителя. Но, как пишет Энгельс в антидюринге, продукт, изготовленный на заводе, представляет уже продукт коллективного труда. Никто один, каждый рабочий не может сказать, это сделал только я. Этот продукт, я не знаю, фабрика окомкования или производство обогащения железной друды, окатыши производится. Никто не может сказать, это сделал только я. Это делает большой коллектив, на самом деле несколько тысяч человек. Это и есть общественное средство производства. Но продукты общественного средства производства присваивают собственники этих средств производства не по праву производства, а по праву собственности. То есть эти самые капиталисты, владельцы заводов, газет, пароходов присваивают продукты чужого труда по праву собственности, поскольку они им принадлежат юридически. Вот это и есть основное противоречие между общественным характером средств производства и частным характером присвоения. Или противоречие между общественным характером средств производства и частной собственностью на общественные средства производства. Вот на эти самые заводы. Легче всего представить завод, чтобы понять. Это базовое противоречие, и оно ведет к двум основным антагонизмам капитализма. Чтобы их сформулировать, необходимо ввести еще одно очень важное марксистское понятие класс. В первых одной общественно-экономической формации. Есть конкретно одна общественно-экономическая формация, в ее пределах есть большие группы людей, которые отличаются по их отношениям к средствам производства. И по размерам доли общественного богатства, которые они получают в результате распределения этого общественного богатства. Кто-то получает большую долю, кто-то совсем маленькую. Классы делятся на меньшинство, эксплуататорское меньшинство и эксплуатируемое большинство. Классы всегда антагонистичны. По мнению Маркса, классы всегда антагонистичны. Напомню, что первый общественно-экономический строй первобытной общины был бесклассовым, а все последующие классовые. Основные классы рабовладельческого общества – рабы и рабовладельцы, феодального, феодальный землевладельцы и крепостные крестьяне, капиталистического буржуазия, то есть капиталисты, владельцы средств производства, общественных средств производства, и пролетариат, или наемные работники. Буржуазии принадлежит собственность на основные общественные средства производства. Наемным работникам что принадлежит? Зарплату. Только собственная рабочая сила. Ты говоришь о зарплате, ты говоришь уже о распределении. Давай начнем с производства. Ключевое понятие марксизма – это не распределение, это всегда все начинается с производства, все базируется на производстве. Распределение – это уже функция, оно уже зависит от производственных отношений. Все начинается с производства. Давайте начнем с входа, с производства. Что принадлежит капиталистам? Основные общественные средства производства. Что принадлежит наемным работникам? Только рабочая сила. У него больше ничего нет. И они вынуждены свою рабочую силу продавать капиталисту. Капиталисту. Почему они вынуждены? Почему они вынуждены продавать? В каком мы живем сегодня мире? Чтобы жить. Чтобы жить. Сегодня, я повторю, это очень важно. Конечно, сегодня есть и ремесленники тоже. Сегодня, я не знаю, Ник Черкасов может там сам прибивать что-то, или кто-то, но доминирующий способ производства – это крупно-товарный, индустриальный. Ремесленники не доминируют. И что из этого следует? Это все звучит как-то так абстрактно общо, но мы сталкиваемся ежедневно в своей собственной жизни с этим доминированием. Как мы сталкиваемся? Ни хлеб, ни молоко, ни одежду мы не можем произвести. МОИО – это такое побочное использование произведенного продукта, продажа, например, в феодальном обществе. Но сейчас, при капиталистической общественно-экономической формации, продукты изначально производятся на продажу. Все продукты являются товарами. В личных хозяйствах они не производятся или производятся мало. И что из этого следует? Соответственно, каждому из вас нужны деньги, чтобы приобрести эти товары. И я думаю, что у вас нет собственности на средство производства, но, по крайней мере, у большинства здесь присутствующих. Соответственно, вы вынуждены придавать свою рабочую силу. Многие считают, что пролетариат – это только рабочий на заводе, так называемый классический промышленный пролетариат. Да, это так. Но даже у Маркса и Энгельса понятие пролетариата развивалось. В начале действительно под пролетариатом понимался только промышленный пролетариат, то есть вот эти самые рабочие на заводах. Далее в конце жизни уже Энгельс писал об интеллектуальном пролетариате. То есть это, собственно, учителя, врачи, то есть это все, кто получает заработную плату, кто продаёт свой труд. А пролетарий – это тот, кто живёт собственным трудом. Это определение наёмного работника или пролетария. Капиталист живёт своим капиталом, эксплуатируя наёмного работника. Что такое эксплуатация? Знает ли кто-нибудь, что такое эксплуатация? Использование, ну как слово. А что такое эксплуатация в марксистском смысле? Чьего-то труда с целью получения выгодов для себя. Да, это верно. Собственно, это основное открытие, скажем так, Макса в политэкономии. Основываясь на теориях буржуазных экономистов Адама Смита и Рикарда, Маркс доказал, что прибыль капиталиста не может взяться ниоткуда, кроме как быть отнятой у наёмного работника. Говорится, да? Деньги делают деньги. Деньги крутятся. Какие-то мифические деньги где-то сами по себе в каком-то колесе крутятся. Вложить капитал и получить прибыль. Какой-то мистический процесс, да? Как он происходит? Надо просто быть каким-то умным, да, не знаю, знать, где эти есть таинственные мистические места, чтобы прийти туда, не знаю, медики зарыть, как там на поле чудес дерево вырастет, да? Таинственный процесс. Вот эти самые деньги можно получить только из живого труда. Как Маркс говорит, из живого труда, который производит стоимость. То есть, прямо говоря, прибыль — это то, что отнято у наёмного работника. Ниоткуда больше эта прибыль не возьмётся. Ни из продажи, ни из покупки, ни обманом, никак. Так, и вот эту прибыль, то есть вот этот денежный прирост капитала Маркс называет прибавочной. Стоимость. Я процитирую Энгельса, антидюринг. Откуда происходит эта прибавочная стоимость? Она не может происходить ни из того, что покупатель купил товары ниже их стоимости, ни из того, что продавец продал их выше стоимости. Ибо в обоих случаях прибыли и убытки каждого лица взаимно уравновешиваются, так как каждый попеременно является покупателем-продавцом. Маркс здесь рассматривает не двух людей, а всё общество в целом. Он говорит обо всём обществе в целом. Прибавочная стоимость не может также являться результатом обмана, так как обман, хотя и может обогатить одного человека за счёт другого, не может увеличить общую сумму стоимости, которые располагают они оба. Весь класс капиталистов данной страны в целом не может наживаться за счёт самого себя. И тем не менее мы видим, да, буквально мы это видим. Мы живём в этом обществе, и мы это видим. Мы видим что? Что класс капиталистов каждой страны, взятый в целом, беспрерывно обогащается на наших глазах, продавая дороже, чем купил, присваивая себе прибавочную стоимость. Таким образом, мы ни на шаг не продвинулись вперёд в решении вопроса, откуда происходит эта прибавочная стоимость? Вы просто это необходимо разрешить. Я просто привела эту цитату для такого драматического эффекта. И при том чисто экономическим путём, исключив всякий амбан, всякое вмешательство, какого-либо насилия, формулируя вопрос следующим образом. Каким образом можно постоянно продавать дороже, чем было куплено? И Маркс находит такой товар, который можно постоянно продавать дороже, чем было куплено. Это товар рабочей силы. Его можно постоянно продавать дороже, чем было куплено. Вот, собственно, иллюстрации из этой книги, из книги Даниэля Бенсаида. Как это происходит? Капиталист оплачивает рабочему стоимость его рабочей силы. Это то, что мы называем заработной оплатой. Во времена Маркса, когда пролетариат находился в условиях чудовищной эксплуатации, эта заработная оплата была на самом деле та сумма, на которую просто возможно выживание, и не больше. А всё остальное капиталист присваивает себе. Таким образом, весь класс капиталистов постоянно обогащается за счёт масс наёмных работников. Вот мы видим эту картинку. Пролетарий говорит, да я тут сдохну скоро. А ему капиталист говорит, не волнуйтесь, мы сделаем вам переливание заработной платы. И вот выкачивают из него кровь, прибыль, большое ведро, а вкачивают зарплату, маленькая ведёрка. Вот таким образом он как-то существует, как-то выживает. И вот таким образом прокручиваются деньги, вот таким образом деньги делают деньги. Только таким. Только таким образом возможно получить прибыль. И, собственно, в марксистском понимании эксплуатация — это есть присвоение прибавочного продукта. Это есть эксплуатация. И по Марксу вот этот самый пролетариат, эксплуатируемый класс, он становится в результате развития производительных сил, в результате развития капитализма всё более и более многочисленным. А, собственно, мы это и наблюдаем. Должен, вот по мнению Маркса, он должен взять историческую инициативу в свои руки и сокрушить капиталистический порядок, устранив частную собственность. Я чуть ниже объясню, почему. И обобществив общественные средства производства. Вот только общественные средства производства. То есть недра, заводы, фабрики. Речь никак не идёт и никогда не шла о том, чтобы обобществить автомобили, квартиры, дачи, одежду, семьи, книги. И речь у Маркса всегда шла о том, чтобы об обобществлении только общественных средств производства. Автомобили, квартиры, мобильники – это не частная собственность, это личная собственность. Это тоже важное развлечение марксистское. Частная собственность – это та собственность, которая приносит прибыль посредством эксплуатации наёмных работников. Капиталисты – это господствующий или правящий класс. Пролетариат – это производительный класс. Между этими двумя основными классами общественно-экономической и капиталистической формации находится промежуточный класс. Это мелкая буржуазия. Это очень сложный класс. Вообще надо ему отдельную лекцию посвятить, потому что к мелкой буржуазии нередко художников относят. Кто такие представители мелкой буржуазии? У них есть небольшой капиталец, но жить только на него они не могут. Они вынуждены также прирабатывать, также продавать свой труд. И у мелкой буржуазии двойственное сознание. С одной стороны, она близка к буржуазии, с другой стороны – пролетариату. Это такой постоянно колеблющийся промежуточный класс. А, вот еще одна иллюстрация на тему того, как пролетариат обуржуазивается. Тут неплохо видны цитаты, я зачитаю. Капиталист говорит, долг капиталиста – следить, чтобы наемный работник эксплуатировался как можно больше. Следующий комикс. Ну, признаюсь, следить за этими кретинами занятие не веселое, это такой труд. И потом ему пришла идея. Мы придумали такой прием – сделать из работника маленького, совсем маленького акционера. Начать продавать акции этого предприятия среди самих наемных работников. И он там купил пять акций, и он уже чувствует себя частично владельцем. И он уже стал таким мелким буржуазом. Ведь люди больше стараются, когда думают, что работают на себя. И вот последняя картинка. Самая умора, капиталист смеется, к самой умора смотреть, как такой акционер на зарплате увольняется у себя, чтобы спасти фабрику. Вот таким образом, в общем-то, пролетариат обуржуазивается. Теперь, видя понятие класса, мы сможем сформулировать два главных антагонизма капитализма. Первый антагонизм – межклассовый, собственно, классовый. Он характерен для всех классовых обществ, которые были там рабовладельческие, кофеодальные. Очевидно, это очевидно, по-моему, что интересы этих двух основных классов противоречат друг другу. Это очевидно. И поэтому классы находятся в состоянии постоянной классовой борьбы. Эта борьба неизбежна и постоянна. Она может быть скрытой, она может быть явной. Борьбу ведет как класс эксплуатируемых, так и класс эксплуататоров. Понятно, что каков классовый интерес капиталистов? Это увеличивать размер прибавочной стоимости. Это понятно, да? Это их классовый интерес. Как можно ее увеличивать? Разными способами, да? Меньше зарплату платить. Заставлять больше работать. Можно, например, не индексировать зарплату, она сама будет уменьшаться из-за инфляции. Можно отменить социальные гарантии, да? Например, не оплачивать больничный отпуск. Тот, о котором, я думаю, вы все слышали, направленный против работников закон, который сейчас обсуждается в Кыргызстане. Это и есть пример классовой борьбы. Борьбы класса собственников против класса работников. Наемные работники также со своей стороны ведут борьбу. Они борются за повышение заработной платы, за социальные гарантии. Авангард этой борьбы — это сильный независимый профсоюз, профессиональный союз. Это сейчас редкость, потому что в основном сейчас профсоюз декоративный. На самом деле они права рабочих не защищают. По крайней мере, в Казахстане. Я, собственно, оба темы базируюсь, может, в Кыргызстане не так. Какое оружие есть у наемных работников? Кто был нафиг без тачка? Это забастовки. Забастовки бывают самые разные. Бывают, например, так называемые итальянские забастовки. Или их еще называют работа по правилам. Это когда рабочие строго до последней запятой выполняют все правила и ни наюту больше не делают. Доводят до абсурда. Да, да, доводят до абсурда. Это называется итальянская забастовка. В буквальном смысле они бастуют, да, останавливают работу. Бессрочная стачка бывает и так далее. Предельная форма классовой борьбы совершенно верна. Булыжник — это революция. Итак, это первый антагонизм капитализма. Межклассовый или просто классовый. Второй антагонизм — внутриклассовый. У капиталистов, с одной стороны, да, есть общеклассовые интересы. Тут они противостоят рабочему классу. Но также у каждого капиталиста есть еще свой собственный, отдельный интерес. Каждый буржуа заинтересован в максимальном получении прибыли. И, соответственно, он вынужден вступать в конкурентную борьбу с другими буржуа. Вот это вот такая дарвиновская борьба за выживание, когда выживает сильнейший. И итог такой борьбы на самом деле сложно предсказать. И мы здесь имеем интересную ситуацию. Внутри каждого капиталистического предприятия осуществляется очень тщательное планирование. Изучается спрос, пишутся бизнес-планы, прогнозы и так далее, и так далее. Но в масштабах всего общества такое планирование немыслимо. Потому что, например, Nokia и Samsung, они не будут договариваться между собой о том, сколько они выпустят телефонов, какие у каждого из телевизоров будут прибамбасы и так далее. Это конкуренты. Они между собой конкурируют. Nokia хочет победить Samsung. Samsung хочет победить Nokia. Потом другие игроки приходят на этот рынок, которые играют, какая там борьба играет. На выбивании конкурентов происходит борьба. Таким образом на уровне общества имеет место, как говорит Маркс и Энгельс, анархия производства. И вот эта вот анархия, она напоминает природную стихию, которая может в один момент стереть всё с лица земли и периодически стирает, сметает. Периодически происходят кризисы перепроизводства, когда экономика падает, принося множество жертв. Кризис, который мы переживаем сейчас, если я не ошибаюсь, уже 20-й. Они происходят примерно один раз в 10 лет и будут происходить всегда. Но на самом деле нынешний кризис, это не только кризис, такой обычный кризис перепроизводства. Это структурный кризис, который вызвал более сложными причинами, на которых у нас нет времени сейчас останавливаться. Адам Смит говорит о невидимой руке рынка, то есть вот об этой стихийной силе. Говоря кратко, в представлении Маркса и Энгельса, коммунизм — это строй, основанный на общественной собственности, на основные общественные средства производства. Общественная собственность на основные общественные средства производства. На всём протяжении своей истории человек мечтал построить что-то прекрасное, лучшее общество. Он писал об этом бесконечные утопии, там из Томаса Мора, можно вспомнить Кампанеллу, того же Платона. И вот, как прекрасно, согласно Марксу и Энгельсу, такая возможность появляется, действительная возможность появляется лишь с развитием капиталистической формации. Почему? Потому что при капитализме впервые за всю историю человечества достигается высочайший уровень развития производительных сил, и вследствие это очень высокая производительность труда. То есть, грубо говоря, можно накормить сейчас, можно накормить всех. Вместе с тем, один процент семей владеет одной третью всего мирового общественного богатства. Я приведу ещё одну короткую цитату из Антидюринга, она очень интересная. Энгельс рассказывает о таком интересном политическом активисте, как Роберт Оуэн. Кто такой был Оуэн? Оуэн был директором фабрики в Шотландии, там работало 2500 человек. И вот он, он был такой филантроп, он создал на заводе человеческие условия для своих рабочих. Они у него работали 10,5 часов, тогда как у других по 16, там по 14. Он выплачивал им полную зарплату во время кризисов, он организовал бесплатную школу для детей, рабочих и так далее. Так вот, Оуэн писал, он осмыслял ситуацию и писал, «Трудящаяся часть этих 2500 человек производит для общества такое количество реального богатства при капитализме, для создания которого меньше, чем полвека назад, потребовалось бы население в 600 тысяч человек». То есть при Оуэне, это в конце XIX века, 2500 человек производили такую же часть общественного богатства, как полвека назад, 600 тысяч. Я спрашивала себя, это Оуэн спрашивала себя, «Куда девается разница между богатством, потребляемым 2500 человек, и тем, которое было бы потреблено 600-ми тысячами человек?» А между тем, эта новая сила была созданием трудящегося класса, и ему поэтому должны принадлежать и плоды ее. Новые могучие производительные силы, это Энгельс уже говорит от себя, служившие до сих пор только обогащению единицы, порабощению масс, представлялись Оуэну основой для общественного преобразования и должны были работать только для общего благосостояния всех в качестве их общей собственности. То есть сейчас продуктов производится очень много, но одновременно увеличивается пропасть между богатыми и бедными. И по мнению Маркса, капиталисты искусственно сдерживают развитие производства, развитие производительных сил, и капиталистический способ производства является уже оковами для развития производительных сил. Капиталистические производственные отношения, прошу прощения, являются оковами для развития производительных сил. Например, я приведу просто конкретный пример. Компании выкупают патенты, это наша реальность, на новые изобретения и тратят огромные деньги на продление патентов, чтобы эти изобретения не запускать в жизнь. Например, я недавно читала, что уже давно изобретены нервущиеся колготки. А компания-производитель нервущихся колготок выкупила этот патент и тратит деньги, чтобы этот патент не реализовать, удерживает его. Потому что проще производить нервущиеся и также на имеющиеся оборудование и так далее. О лекарствах. На самом деле уже изобретены многие безвредные, эффективные лекарства, но фирмы-производители вредных и неэффективных лекарств скупают патенты и не дают ход этим изобретениям. И таких исследований очень мало. Погуглите, вы найдете. И так далее, и так далее, и так далее. Это я говорю об оковах. То есть капиталистические производственные отношения тормозят развитие производительных сил. И вот, согласно законам диалектического развития, эти устаревшие отношения должны смениться новыми, а именно социалистическими. Когда средства производства будут обобществлены и будет возможно осуществлять планирование в масштабах ни одного предприятия, но всего общества. Тогда человек может, наконец, контролировать стихию рынка. Экономические силы перестанут давлять над человеком как внешнеобъективная сила, на которую он не может влиять. Такой оптимистический фатализм и для Маркса Энгельса такой исход событий представлялся неизбежным. И да, важно отметить, что на коммунизме история не останавливается. Это не последняя точка развития. И да, как я уже говорила, Маркс писал, что коммунизм положит начало подлинной истории человека, когда человек сможет сам контролировать историю. У меня был еще комментарий про Советский Союз, но я думаю, что я его оставлю на следующую лекусу. Почему я хотела прокомментировать один момент? Потому что я думаю, что когда произносишь вот такой текст, что возможно будет планирование в масштабах всего общества, возникает вопрос, но ведь это у нас уже было, да? Была так называемая плановая экономика и так далее. Но этот комментарий я оставлю все-таки на следующую лекцию. А сейчас у нас презентация короткой анимации. Давайте овся. Немножко не уложилась во время. Да, прошу.